Аплодисменты Участники краевого летнего пленера, организаторы и координаторы проекта и дорогие наши гости. Мы приветствуем всех на заключительном мероприятии программы краевого летнего пленера учебной практики для учащихся художественных школ края и студентов Красноярского художественного училища техникума имени Сурикова, которое уже второй год реализуется на базе историко-этнографического музея-заповедникова поселка Шушенское. Основная тематическая направленность программы пленера с акцентом на изучении памятников сельской архитектуры, построек старинного сибирского села рубежа XIX-XX веков, интерьера крестьянских домов, предмета быта и определила тему выставки. История материальной культуры сибирского села на рубеже XIX-XX веков глазами молодых художников. Краевой летний пленер – это одно из самых значимых мероприятий в системе поддержки талантливых и перспективных юных художников, сложившихся у нас в крае, в решении задачи сохранения и развития традиций академического художественного образования. Сегодня на открытии выставки присутствует и обращается к вам с приветствием представитель учредителя выставки Министерства культуры Красноярского края, начальник отдела кадровой политики Министерства культуры Владимирова Галина Михайловна. Вам слово, Галина Михайловна. Здравствуйте, уважаемые участники выставки, все приглашенные педагоги. От имени министра культуры Красноярского края Елены Галатюченко, Красноярского края Елены Галатюченко, Те, кто в училище, найти достойную работу, а те, кто служит в школу, продолжит свое обучение, потому что вот это радует глаз, вот ради этого стоит жить. Спасибо всем большое и большой привет к Министерству культуры всем. Советник губернатора Геннадий Ильич Рукша тоже должен был быть на этом мероприятии. Я думаю, что если он успеет, он все-таки сюда подъедет и тоже скажет вам свое доброе слово. Объединение в одной группе двух звеньев профессионального образования и дополнительного, как начальной ступени, системы художественного образования в области культуры и искусства позволило в очередной раз просмотреть преемственность методик преподавания изобразительного искусства, выявить положительный опыт взаимодействия двух ступеней профессионального образования в Красноярском крае. В этом году расширилась география участников пленера. Это не только художественное училище и детская художественная школа имени Сурикова, но и детские художественные школы города Дивногорска, поселка Шушенская, детская художественная школа номер 2 города Красноярска. Более двухсот работ они подарили нам, лучшие из которых представлены на этой выставке. Место проведения пленера «Новая деревня» позволило детям буквально вжиться в историческую среду, почувствовать дух России. Экскурсии за пределы «Новой деревни» в окрестности поселка позволили отобразить в работах красоту сибирской природы. А интересные знакомства с мастерами, владеющими секретами изготовления предметов хозяйства и быта крестьянской семьи, старорусскими обрядами, песнями, проводившимися в «Новой деревне», позволили участникам пленера познакомиться не только с бытом, но и с песенной и обрядовой культурой старой русской деревни. И не случайно сегодня нас всех приветствует детский фольклорный коллектив музыкальной школы номер один города Красноярска во главе со своим руководителем Оксаной Васильевной Савинцевой. Они еще очень юны, но уже, как вы убедились, многое знают и умеют. Встречаем! Благослови нас Бог, да на Новый год, та усень, та усень, как у месяца золотые рога. Благослови нас Бог, да на Новый год, та усень, та усень, а у месяца золотые рога. Та усень, та усень, та усень. Здравствуй, седой, дедушат, с крестой, не тряси бородой, словно ленечка. Не стучи плюшечкой, словно ступочкой, а послушай, что мы скажем, да смотри, что мы покажем. Итак, приглашаются учащиеся старейших в крае детской художественной школы имени Сурикова города Красноярска. Полина Можайка, Светлана Бурлакова, Динара Соловьева, Алина Трошкина и Анна Бавсуновская. Под ваши бурные аплодисменты. Приглашаются учащиеся детской художественной школы номер 2 города Красноярска. Диана Рульянова, Анастасия Лутищева, Елизавета Родионова, Юлия Смычкова и Александра Евдокимова. Приветствуем наше здоровье детской художественной школы. Детская художественная школа имени Шепелевича города Тивногорска. Мы приглашаем Ирину Савину, Анну Папсуйко, Дарию Карнаухову, Анастасию Папунину и Яну Костенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы поверните, чтобы вас запечатлеть могли таких счастливых и довольных. Под ваши бурные аплодисменты. И Красноярское художественное училище техникум имени Сурикова. Приглашаются Ольга Сетун, Алена Савельева, Келли Широкова, Эллада Каренина и Юлия Иванова. Приветствую, дорогие друзья. Ваши поздравления. Молодцы. Один день. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Успех детей в творчестве. Как правило, во многом зависит от профессионализма преподавателей, которые во время проведения пленэра были рядом с ними. И я приглашаю на сцену, импровизированную нашу, для обучения благодарственных писем преподавателей. Швамбарыны Наталью Владимировну. Федорову Елену Борисовну. Федорович Юлию Владимировну. И Ефремову Наталью Викторовну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наши вам поздравления и благодарны за вашу работу. АПЛОДИСМЕНТЫ Динаморская художественная школа имени Шпиревича благодарит Министерство культуры Красноярского края, научно-методический отдел, за вот такое приглашение на пленэр. То есть мы первый раз, это для нас был первый опыт такой серьезной большой работы. Самое большое и интересное с пленэра, это, пожалуй, мы поработали в творческой команде, побывали рядом с нашими старшими наставниками в Красноярском художественном училище. То есть ребятам было очень интересно наблюдать, как работают настоящие студенты уже. Ну и самое ценное с этого пленэра мы привезли богатый материал, на основе которого мы делаем композицию. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие уважаемые, не заслуживаю. И поэтому не в кокетстве, не в этом. Я просто хочу сказать, во-первых, о том, что появляется традиция в изобразительном искусстве, как и в любой культурной практике, традиция является основой развития и движения вперед. И дело заключается в том, когда в течение 10 дней две выставки художественных учебных заведений открываются, потому что на МИР-12 идет огромный интересный проект, который, наверное, посвящен Суриковскому. Три учебных заведения выставляются. Это уже хорошо. Я сегодня смотрю каталог, и это совершенно замечательно. А пленэры – это тоже все совершенно как бы новое. Я на то, сколько могу судить, потому что изначально, зная, как это все рождалось, но, во-первых, мы должны точно понимать, что это в рамках проекта губернатора и законодательного собрания края «Одаренные дети». И он в этом году закончился, в том году. А в этом году – это уникальная ситуация его продвижения. Еще на три года я думаю, что есть такая возможность, чтобы другие школы тоже принимали в нем участие. В пользу я вижу, как работают дети и студенты от погружения такого, не виртуальное, а в реальную атмосферу, правда, чуточку музеифицированную, современенную. Она дает все равно для глаза восприятие совершенно как бы иной взгляд. И то, что первое вот видно, я, к сожалению, опоздал билет на 17.30, поэтому пришел-то вовремя. А знание дает ощущение, что это все-таки есть абсолютно новый уже подход, видимо, выработается методика проведения этого пленера, и будет это все совершенно замечательно. Я хочу пожелать педагогам и всем учащимся радости, самое главное, в творческом общении коллективном, которую пленер решает, и естественное погружение в атмосферу нашего края, которая сделана в Шушенске, и вы ее совершенно замечательно отображаете. Всем успех и творчество в следующую. И надежда встретиться в августе месяце, так же, как мы с вами? В августе, нет, я говорю, просто точно в августе встретиться, потому что закончится в Шушенске фестивале, закончится фестиваль Азиатско-Тирокянского региона. И мы все вместе, все увидимся. Всем успехов на Шушенской земле, лучшие пускай там выступают. Спасибо. Спасибо. Бережное, внимательное отношение преподавателей к каждому участнику пленера, позитивная оценка его творчества, мастерства, создавали атмосферу творческого сотрудничества и вдохновения во время работы на пленере. Оптимистична сегодня перспектива развития проекта краевого летнего пленера, получившего дальнейшую поддержку Министерства культуры Красноярского края. Поэтому мы ждем лучших учащихся детских школ искусств и Красноярского художественного училища на пленере 2014. Ну а сейчас мы приглашаем еще раз всех собравшихся в этих залах пройти по выставке. До встречи, до следующей итоговой выставки по результатам пленера 2014 в 2015 году. До свидания. До новых творческих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok